Самое интересное то, что я понимаю, что путь исправления человек, который попадает в зону, как я понимаю, со своей стороны, это значит, что человек должен не попадать ни в какие нарушения, не иметь в режиме, скажем так, конфликтной ситуации не вступать, с окамерниками, с администрацией какие-то непонятные дела не иметь. Вот это, я понимаю, не стал на путь исправления, когда какие-то блатные дела власят. Но когда человек по той простой причине, что он ему не может визить в гостинике иск, ну, мне это непонятно. В итоге он не аттестовался, получается, как ставший на путь исправления. После визита в ДИМ одному из родственников, это было 18 сентября 2018 года, когда вся информация была озвучена, 25-го родственники поиграли к нему на свидание. Свидание получилось краткосрочное, хотя вроде был разговор в начале отлительный, но пусть это краткосрочное. Через стекло поговорили там какое-то время, передачу не приняли, приняли частичную, ну, такую резаную, чисто как броня бандировки, резал килограмм. Это, значит, 18 сентября был визит в ДИМ, а 25-го было свидание. Числа где-то 30-го, в начале октября, человек, который освободился, звонок делает, помогайте брату срочно. У него куча проблем. Именно после обращения родственников в департамент и исполнения наказаний. В чем, говорю, это выражается? Я даже не помню, или в начале октября, или ближе к ноябрю. Но суть в том, что его, из одного отряда, из 15-го отряда, перерыв в 16-й отряд, в отряде доходят с осуждением социально низким статусом. Насильники, убийцы, ну, то есть люди, которые, скажем так, как мне один осужден сказал, поймите, что ему тогда не с кем попить чай. То есть совершенно контингент не его уровня и прочим-прочим. Мы не будем говорить о, скажем так, об уголовной составляющей, мы будем говорить о моральной стороне дела. Потому что есть экономические преступления, есть преступления над личностью. Эти люди находятся в совершенно разных плоскостях, как я понимаю. Поэтому это уже начинается чисто давление на осужденного за некие его действия по улучшению условий своего задержания, смягчению режима, ну, либо какие-то другие. И из-за того еще, что осужденный не хочет идти на контакт с администрацией. Вот, как-то так вот. И вот сейчас проблема. Буквально недавно опять был звонок, я по их просьбе появился, что начинается у брата очень, ну, как бы так, и помогать родственникам начинаются очень большие проблемы. Ну, вот как-то так.